Здравствуйте! В эфире Первый Независимый ЗАП-ТВ в студии Валентина Дудина. Мы показываем новости Читы из Байкальского окрая. Спонсор выпуска – Прииск Соловьевский. Прииск Соловьевский – одно из старейших золотодобывающих предприятий Дальнего Востока. Современное производство, новые технологии и бережное отношение к экологии. Рабочие места и стабильная заработная плата. Реализация соцпроектов на территории деятельности. Нам важно, что останется после нас. Ведь главное золото – люди. Сейчас коротко о том, что расскажу вам я и мои коллеги в этом выпуске. В Чите прошло открытие парка «Коллективный труд» реконструированного за 65 миллионов рублей. Как он выглядит и почему глава города называет этот проект многострадальным? Узнаете в выпуске новостей. Оптимизация образовательного процесса в отдаленных селах и деревнях продолжает нарастать и волновать родителей учащихся. Это нововведение коснулось и местной школы станции «Ингада». Все подробности смотрите в выпуске новостей с Виктором Соловьевым. Слабовидящую пенсионерку одолели мыши. Однако в управляющей компании, куда неоднократно обращалась женщина, сомневаются, есть ли грызуны на самом деле. Все подробности в сюжете. Ну а теперь об этих и других событиях более подробно. В Чите прошло открытие парка «Коллективный труд» в железнодорожном районе. Как выглядит зона отдыха за 65 миллионов рублей, которую достраивали через скандалы? Расскажем далее в сюжете. Формирование комфортной городской среды – федеральная программа для регионов России. На голосование выставляется несколько общественных территорий. Жители городов голосуют и победивший объект благоустраивают за счет государственного бюджета. Сегодня мы в парке «Коллективный труд» в железнодорожном районе Читы. Контракт на работу заключались с компанией «Арм-1», которой уже исполняли заказы комитета градостроительной политики города почти на полмиллиарда рублей. Это закрытие котельных, благоустройство памятников, строительство теплосетей, спортплощадок, благоустройство дворов и еще много всего. Руководитель Гарик Мазманян. Во вторник, 5 сентября, парк все-таки открыли, хотя изначально планировали 15 августа. Почему власти города сами называют этот проект тяжелым, рассказал Евгений Ирилов. Когда мы в свое время включали его в план реконструкции, ремонта, предполагалась одна сумма. Но когда мы посчитали, сколько реально нужно денег, денег, оказалось, нужно достаточно больше, чем планировалось. Вы знаете, все горожане знают, что мы выполняем в городе работу по благоустройству общественных территорий в соответствии с федеральным проектом. Соответственно, финансирование выделяется, но и выделяется оно же не только на конкретный парк, на целый ряд общественных территорий. И реально, как бы денег первый год, когда мы планировали, не хватило. Поэтому мы перепланировали на следующий год, но в следующем году, ну, к сожалению, тоже их не хватило. Парк занял второе место в голосовании в 2020 году. Однако работы начали только в конце апреля 2023. Тойность составила около 65 миллионов рублей. Где-то, конечно, и ругались, где-то было недопонимание, но в конечном итоге мы нашли консенсус. В парке работают два фонтана, есть сцена, беседка, детские спортивные площадки, обновили тротуары. Кстати, здесь уже на стыках плитки видна пустота. Как сказал глава комитета градостроительной политики Александр Зудилов, осталось только загородить спортивное поле и покрасить забор. Установили даже камеры видеонаблюдения от вандалов. Похожая история есть с проектом парка в лесу микрорайона Северный, когда сроки реализации сдвигаются, а денег не хватает. В Северном хотели сделать велодорожки, зоны для выгула собак, для отдыха, арт-объекта и при этом сохранить все многовековые сосны. Площадь парка составила бы 42 гектара. Он даже победил в таком же голосовании, как, например, парк «Коллективный труд». Однако так и остался пылиться в виде компьютерной графики. Причиной неисполнения обещания жителям города в администрации назвали срыв сроков изготовления и согласования проектно-сметной документации. По данным СМИ, на проектирование парка город потратил почти 2 миллиона рублей. Что сейчас происходит с одним из самых громких и потенциально успешных проектов благоустройства, расскажем в следующих сюжетах. Что нужно за Байкалью? Низкие тарифы ЖКХ, достойные зарплаты, помощь забайкальцам на СВО, хорошие качественные дороги, помощь молодым семьям – это и многое другое. Надо менять ситуацию к лучшему. Вместе мы сможем. Голосуй за ЛДПР. Начало учебного года не для всех стартовало с хороших новостей. День 1 сентября для родителей, учащихся в школе станции НГОДА, из праздника превратился в кошмар. Новость о том, что детей будут объединять с другим классом, совсем не радовала многих жителей поселка. Подробности расскажем в материале моих коллег. 2023 в России объявлен годом педагога и наставника. Соответствующий указ 27 июня подписал глава государства Владимир Путин. Проводится это с целью признания особого статуса представителей профессии в образовательной сфере. Казалось бы, учебному процессу должно быть уделено пристальное внимание, но только не в Забайкальском крае. Сколько бы первые лица региона не выступали с пафосными речами о том, что учителей нужно поддерживать, какие бы программы не разрабатывались для поддержки преподавателей в отдаленных селах и деревнях, учебный процесс в некоторых школах по-прежнему страдает от местечковой и не всегда обоснованной оптимизации. Мы уже рассказывали о том, как в селе Бургень были уволены преподаватели, а учащихся 2-х и 3-х, а также 5-х и 6-х классов перемешали в одном непонятном котле. Похожая история произошла и в поселке Станции Ингада. Первый день знаний для школьников и их родителей из торжественного мероприятия превратился буквально в роковую дату. Сегодня должен быть грандиозный праздник, мы просто хотим плакать, честное слово, потому что у нас такая ситуация, что нас объединили первый и третий класс, но это невозможно, это где дети учат подлежащее сказуемое, наши детки только пришли и даже читать еще не умеют, но это невыносимо в одно время. На что учителя тоже, конечно, жалко, потому что я считаю, что она заложник, то есть она боится, потеряет работу, скорее всего, я думаю, так, вот, и вынуждена была согласиться. Собравшиеся родители после линейки никак не могут смириться с тем, что их первоклассники будут получать знания вместе с учащимися 3-го класса. Это совершенно разные программы, да и подход учителя должен быть другим. Многие из собравшихся перед школой уверены, это очень сильно ударит по образовательному процессу, а в дальнейшем неминуемо скажется на успеваемости детей. Первый класс, самые азы должен ребенок получать, а его, как оно, вот, даже, допустим, мы сегодня сидели в классный час был, с третьим классом работают, маленькие уже все, они уже сидят, либо балуются, либо нас подставили перед фактом и все, нам не сказали, нам сказали, что как бы штат у них полный и временно, никто не идет временно работать. Мы писали заявление, но пока ответа мы еще не дождали. Мы хотели, думали, в дом, но если даже переводить ребенка, но это сами как, это возить постоянно ребенка надо, это сидеть дома надо, это увольняться с работы надо, я даже не знаю, не представляю. Совсем не согласных отправляют учиться в Домнинскую школу, в поселок, где в январе прошлого года произошла ужасная трагедия, когда сфора собак разорвала маленькую девочку. Выбирая между качеством образования и дальними поездками в соседнее село, некоторые из родителей выбирают другую школу, несмотря на все трудности передвижения и отдаленность от дома. Их просто выжили в Домну, просто самым натуральным образом. Их запугали тем, что, то есть, учителю сложно, да, что она ничего вашим детям не даст, да. Но это действительно так, по сути, что третий и первый класс – это нереально чему-то детей научить. Инга Михайленко – одна из тех, кто решил перевести свои детей в другую школу. Во благо нормального учебного процесса, где каждый ребенок получает знания в своем классе, женщина уволилась с работы, чтобы на личном автомобиле увозить и забирать детей. Я считаю, что это будет отразиться очень сильно на качестве образования. Когда мы подавали документы в эту школу, нам ничего, нам сказали, что педагог уходит, ну, что-нибудь решает этот вопрос. А в конце мая было общешкольное собрание, на котором нам было объявлено о том, что первый и третий класс, так как нет педагога, объединяет в один класс. На вопросы, на наши предложения взять другого педагога, поискать. Ну как, педагогов много, почему нельзя? Нам сказали, кому не нравится – идите в Домнинскую школу. Мы забрали документы и ушли. Наблюдая за тем, как сельские школы изгаляются над учебным процессом, выдумывая подобные небылицы, люди задаются вполне логичным вопросом. Почему в регионе не работает программа «Земский учитель»? Кто-то даже полагает, что ситуация с дефицитом преподавателей связана с отменой районного коэффициента, что очень сильно ударило по заработку педагогов. На работу никто не идет, зарплаты очень маленькие, да. То есть молодые педагоги вообще даже не рассматривают это как работу, потому что она низкооплачиваемая, да, много ответственности, да, ну, как бы вот. И вот она мотивирует тем, что никто не идет. Насколько применима практика объединения учащихся разных классов, люди не знают. Школы села Бургении и станции Ингада впервые столкнулись с такой оптимизацией. В министерстве тоже пока не могут дать внятного ответа, ввиду того, что там с завидной периодичностью меняют министров, словно перчатки викторианскую эпоху. Отвечают сдержанно и кратко. По нормам СанПин допускается объединение классов начальной школы при условии, что численность детей не превышает 25 человек. Учитель при этом готовит планы уроков на два класса соответственно. Пообщаться с руководством школы съемочной группе не удалось. Прямо перед носом журналистов технический персонал закрыл школьные двери на замок. Однако с директором связаться все же получилось. Вот как администрация школы объясняет то, что очень сильно волнует родителей учащихся детей. Объединили первый и третий класс по предметам музыка и технология. А эти все предметы вынесены отдельно. Учитель работает как бы две смены. У нас два учителя в декретном отпуске. Два учителя в декретном отпуске находятся. И одна учительница с января месяца выйдет на работу из декретного отпуска. Такая практика применима при малокомплектных школах, где маленькое количество учащихся в классах. Такое первое сентября и дети, и их родители запомнят надолго. Хотя сейчас, если верить словам директора школы, ситуация меняется в лучшую сторону. Большинство предметов решили все-таки не объединять, оставив только музыку, технологию и физкультуру. Потерпеть смешение школьников придется до января следующего года. И все же Министерству образования и новоиспеченному министру, если он задержится в кресле дольше своих предшественников, следовало бы обратить внимание не только на проблемы самих школ, но и вникнуть в требования родителей. Виктор Соловьев, Ирина Тимофеева, ЗАП-ТВ Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры делал DimaTorzok Прокуратура внесла представление в адрес главы Петровска-Забайкальского Игоря Зарыпова, службы единого заказчика и подрядчиков из-за срыва сроков при ремонте местной школы и строительстве детского сада. В отношении руководителя подрядной организации спецтехтранс Александра Корчагина возбуждено административное дело. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства накануне. Ранее в ходе проверок ремонта школ номер 3 прокуратура зафиксировала отставание от графика подрядчикам ООО «Спецтехстрой». Ремонт должны были завершить до 18 августа этого года. Кроме того, руководство школы не заключило контракты для установки пожарной сигнализации. Школу признали не готовой к началу учебного года. Прокуратура потребует от главы и подрядчика устранить нарушения. Между тем, напомним, Александр Корчагин не только гендиректор, но и учредитель ООО «Спецтехтранс». Кроме того, он с 19-го года является депутатом городской думы и членом комитета ЖКХ транспорта и связи городской администрации. Одна полоса дороги на улице Каханского в Чите будет перекрыта с 7 сентября по 1 октября из-за раскопок ТГК-14. Об этом сообщается в телеграм-канале компании. В сообщении говорится, что работы на участке улицы Каханского от Красноармейской до Краевой клинической больницы завершены движение открыто. Однако уточняется, что продолжится реконструкция и строительство теплосетей, в связи с чем с 7 сентября по 1 октября будет ограничен проезд напротив строящейся Краевой детской больницы. Допомним, завершить работы на участке улицы Каханского от Красноармейской до ККБ обещали еще 2 сентября. Движение открыли спустя 4 дня. Также ранее сообщалось, что отделение Народного фронта в Забайкальском крае намерено обратиться в прокуратуру и контрольно-счетную палату региона из-за повторного вскрытия улицы. С бывшего главы Болейского района Забайкальского края Сергея Гальченко взыскали 1 миллион 200 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. Установлено, что в 2019 году бывший глава района заключил муниципальный контракт СОО «Кристалл» на демонтаж несущих конструкций 13 домов, поврежденных пожарами, за что исполнителю якобы было выплачено 6,2 миллиона рублей. Однако оказалось, что все эти объекты уже были снесены другой организацией и безвозмездно. Ранее сообщилось, что в 2014 году администрация Болея и ООО «Маяк» заключили контракт на строительство 52-квартирного дома для города. Дом строился для переселения людей из аварийного жилья, но из-за нарушений при строительстве у него образовались трещины кирпичной кладки. Несмотря на некачественную постройку дома, работы были приняты. Ущерб городу тогда составил 74 миллиона рублей. В прошлом году был осужденный глава Болейского района Сергей Гальченко. Он получил 4 года лишения свободы условно с лишением права занимать должности на госслужбе на 2 года. Также он заплатил штраф в размере без малого 5 миллионов рублей. Власти Забайкальского края обещают поэтапно повышать зарплаты работников бюджетной сферы. В будущем году для этого разрабатывается новый законопроект. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на первого вице-премьера Андрея Кефера. Также он заявил, что с 1 июля будут проиндексированы оклады всех квалифицированных работников. Закон об отмене районного коэффициента повышения зарплат бюджетников, напомним, был принят во втором чтении 28 июня. Губернатор Забайкаль Александр Осипов заявил во время отчета, что правительство сделает все возможное, чтобы депутатов, которые проголосуют за принятие законопроекта, забайкальцы знали как героев и защитников своего населения. Издание ЗАПРУ публиковало список депутатов ЗАГСОБРа, которые проголосовали за принятие этого законопроекта. Также ранее Осипов поручил до 1 октября повысить зарплаты неквалифицированным работникам бюджетной сферы, получающим МРОД. ЗАПРУ публиковало список депутатов ЗАГСОБРа, которые проголосуют за принятие законопроекта. Женщина утверждает, что уже год как она безрезультатно борется с нашествием мышей в своей квартире. В управляющей же компании разводят руками. О ее проблеме они знают и не раз вызывали специалистов с целью провести обработку как в подвале, так и в самой квартире заявительницы. Вот только никаких мышей обнаружено не было. Анжелика Понебрашина продолжит. Они меня начали жрать вот отсюда, вот отсюда сожрали цемент, вот объели цемент, вот съели цемент. Плитка была хорошая, обожрали цемент раз. Так, теперь там отрава. Они отравы не едят. Теперь еще посмотрите, вот здесь у меня дубленка. Они дубленку у меня съели. Обгрызли дубленку. Вот, смотрите, дубленка, она не старая. А бухгалтера я пришла. Вот, смотрите, обгрызли полностью все, вот дубленку все съели. Теперь вот еще что хочу сказать. Что же еще-то вот дубленка. Вот, так, ага, вот, где-то под этим, под рукавом, вот здесь. Наверное, вот здесь. Вот здесь рукав, под рукавом сгрызли. Вот здесь, вот здесь рукав съели. Они – это мыши. Людмила Мельниченко рассказывает, наглые, хвостатые жильцы облюбовали ее квартиру год назад. С тех пор незваные гости здесь завсегдатай. Приходят поиграть в догонялки и сытно поесть. Мне девчонки привозили полынь. Сказали, от полыни подыхают они. Вот здесь, пожалуйста, посмотрите. Там полыни много было. Я прямо мешок черный такой, мешок был. Я его выбротила на помойку. А полынь-то они, не издят они меня ни семечки, ни клей. Краску съели. У меня обклеено было. Вот это все. Они все съели. Вот это вот. Было же аккуратненько, чистенько было. Мыши хорошие у меня. Они жрут у меня только краску. Вот краску. Обдирают. Краску обдирают у меня. Отрава у пенсионерки разбросана по всей квартире. Так же, как и мышеловки. Правда, капканы так и стоят без дела. Грызуны их обходят стороной. К слову, в гости к бабушке с пустыми лапами они не приходят никогда. Когда они начали ходить в гости мыши-то, они стали с подвала носить, с подвала какие-то семечки. А я боюсь, думаю, я же отравлюсь. Я так рвала страшно. Все крупы пенсионерки в банках закрыты плотно. На столе женщина старается также ничего не оставлять. Ожидать от визитеров можно чего угодно. Людмила Мельниченко уверена. Грызуны обитают в подвале жилого дома. В ее квартиру, которая находится на первом этаже, попадают через подполье. А я забивала сама слева под полом. Там дырки есть. Я туда боюсь лезти, потому что откусит руку. Не знаю, боюсь, но я... Думаю, пальцем-то жалко расставаться. Думаю, откусить без пальца как буду. Вот такие дела. За помощью пенсионерка неоднократно обращалась в управляющую компанию. Все, что всегда просила женщина, так это заколотить все дыры в подвале, которые, как она уверена, там есть. Однако, по словам директора управляющей компании, щелей и каких-либо других лазеек в подвале нет. Что же касается санитарной обработки, то ее проводили неоднократно. Как в самом подвале, так и в квартире героини сюжета. Да, конечно, делали. Мы же делали совместно с организацией, которая называется дизостанция. Находится она на Запрабочево. Куда к ней лично выезжал представитель этой организации. И там ставили ловушки и прочее, но ничего не обнаружили. То есть тут очень, как бы, ситуация такая маленькая, неадекватная, непонятная. А, то есть мышей не было? Да, да, в чем вопрос. То есть мы сначала, она просила в подвальном помещении, мы там протравили. Потом она опять позвонила, сказала, что в квартире проблемы. Мы уже попросили специалистов этой организации дизостанции, чтобы они непосредственно у ней сами там посмотрели. Мол, как бы определились, что действительно ли это так или нет. Ну, блин, к сожалению, ничего не было обнаружено. И вот такая ситуация, как бы, повторяется. Подвальное помещение мы, как бы, опять обрабатывали на всякий пожарный случай. Но в квартире, вот, не было никаких результатов. То есть я даже не знаю, как тут реагировать и как быть. Смотрю, солнце светит. Что-то лежит черное. Я подошла. Боюсь руками брать. А вдруг живая. Вдруг укусит. Я потом взяла у меня палочки хорошие весь. Я подошла, палочки взяла и вот беру вот тут, потрогала мышка. Да такая хорошая, большая. Я потом собочек взяла, выбросила. Ну и все. И вот такие дела. Анжелика Понебрашина, Ирина Тимофеева. ЗАП-ТВ. Сенатор Российской Федерации выступил с инициативой о снижении цен на топливо на Дальнем Востоке и Забайкалье в частности. Но ситуация на этом рынке практически не изменилась. Что необходимо сделать, чтобы цены на заправках, если не радовали, то хотя бы не пугали автомобилистов? Смотрите в материале моих коллег. Бензин и дизельное топливо – это кровь экономики и о цен на автозаправках зависит дальнейшее развитие региона. В этом уверен сенатор Российской Федерации Сергей Безденежных. С его слов, на Дальнем Востоке, особенно в Забайкале, стоимость дистоплива и бензина бьет антирекорды по стране. И необходимо предпринимать решительные шаги по ее снижению. В ноябре 2021 года на заседании Совета Федерации, когда у нас с отчетом был глава федеральной антимонопольной службы и, соответственно, представителем Министерства энергетики, я задал вопрос, почему цена такая на Дальнем Востоке. На что мне сказали, что в силу того, что основной объем топлива не производится на Дальнем Востоке, то его в готовом виде везут. И перевозчикам они уже буквально на днях сделают программу. На это выделится 8,5-9 миллиардов рублей. И будут доплачивать эту сумму из федерального бюджета, чтобы сбалансировать цены на Дальнем Востоке. Высокие цены обусловлены, во-первых, известным дефицитом ГСМ на внутреннем рынке, где спрос превышает предложение. Во-вторых, отдаленностью нефтеперерабатывающих заводов и высокими тарифами РЖД на перевозку бензина и дистоплива. Программа по субсидированию перевозок топлива, о которой, говорит Сергей Безденежных, по факту не работает, что существенно влияет на стоимость ГСМ в ДФО. В мае приехал в Читу на автомобиле, посмотрел все цены на всех заправках и был неприятно удивлен. То есть в Чите стоимость дизельного топлива 68 рублей 80 копеек. По сравнению с Москвой, где 58 рублей, то получается, что разница в цене с столичным регионом больше 10 рублей. Хотя, когда я поднимал этот вопрос полтора года назад, была разница 5 рублей всего. И получается, что программа эта не работает. И получается, что здесь созданы все условия для отрицательной жизни для людей. Но, слушайте, если у нас дизельное топливо так стоит, если у нас киловатт-час стоит дороже, чем, может быть, там, да, то в чем тогда смысл людям приезжать, жить здесь? Хорошая формулировка, зачем нам тогда жить здесь, в Забайкалье? В западных регионах страны созданы более благоприятные условия, чем в нашем крае. Поэтому уровень жизни там выше, дизельное топливо, между тем, это перевозка фурами, продуктов, медикаментов и других товаров, а также сельское хозяйство, строительство и другие сферы жизни. С такими ценами на АГСМ о каком-либо развитии края говорить просто бессмысленно. Мы, как федеральная власть, да и краевая власть, должны этот вопрос поднимать. Я не знаю, почему здесь и оппозиция молчит все это время и никак не поднимает этот вопрос. Только сейчас мы услышали от товарищей, что нужно эти цены заморозить. Куда морозить? Самая высокая цена, это нужно не морозить, а нужно снижать в срочном порядке. Сергей Безденежных подчеркнул, что должна быть сила воли. Со стороны чиновников, краевой администрации, главы региона, депутатов и политиков, направленная на диалог с федеральным центром, чтобы были приняты меры по скорейшему снижению цен на топливо, причем необходимо неразовое решение, должна быть выработана система, влияющая на ценообразование ГСМ. Давайте сравним два региона. Забайкалье, это второй западный регион от Сибири, приближенный к Сибири. И Хабаровский край, который дальний регион, ближе находится к Татарскому проливу. 67 рублей стоит в Советской гавани топливо дизельное. 68 рублей 80 копеек оно стоит здесь, в западном регионе, по большому счету. И что получается? Но в Хабаровском крае есть на миллион 300 населения, у нас получается два нефтеперерабатывающих больших завода. Поэтому здесь решением вопроса должно стать строительство нефтеперерабатывающего завода на территории Забайкальского края. Наличие нефтеперерабатывающего завода – это доходы в бюджет, высокая заработная плата и стабильно низкие цены на бензин и дистопливо. Пока идеи строительства нефтеперерабатывающего завода существуют только на бумаге. Но по сути этот проект вполне можно реализовать. Необходима только политическая воля со стороны депутатов Госдумы и главы края. Дарья Калинина, Юрий Житлухин, Иван Зементьев, ЗАП-ТВ. Канал ЗАП-ТВ объявляет набор на должность режиссеров монтажа. У нас большие объемы работы, разнообразные проекты и неограниченное поле деятельности для настоящих креативных художников. Приходи, мы ждем именно тебя. Это все новости на сегодня. Спасибо, что вы с нами. Обязательно ставьте лайки под каждым нашим сюжетом и программой, под нашими выпусками новостей на Ютубе. Делитесь публикациями ЗАП-ТВ в социальных сетях, на своих страницах. Делитесь с друзьями. Именно так нас становится больше. Ну а я с вами прощаюсь. Здравствуйте. С вами прогноз погоды на ЗАП-ТВ. Спонсор выпуска – Чита Моторс, официальный дилер черри в Забайкальском крае. В пятницу, 8 сентября, облачно, возможен небольшой дождь. Ветер западный – 1,3 м в секунду. Температура днем составит плюс 18 градусов, ночью – 13 градусов со знаком «плюс». Черри-центр Чита предлагает современные стильные кроссоверы черри с гарантией до 7 лет. Выгодные условия по обмену вашего автомобиля на новый черри. И на этом по погоде все. Хороших выходных! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнали Симон!